Приветствую вас. Вопрос касается страха брата старшего, который по угол словам автора вопроса Дмитрия злоупотребляет алкоголем и который сопровождает, значит, который пьет на протяжении нескольких лет, пьет достаточно сильно и когда приходит домой и кричит на матч, вот, несколько раз было предпринимались попытки. Вылечить его в клинике, несколько раз он сам пытался бросить, однако ничего из этого не выходило и, соответственно, в любой возможности ему хватает алкоголь. Вот, агрессивное его поведение, по словам автора вопроса он не проявляет максимум, может бросить несколько фраз, на этом всё. Однако недавно автор вопроса начал его бояться и сильно беспокоился по поводу того, что однажды он может сделать что-то плохое. Теперь этот страх мучает его. И, соответственно, Дмитрий спрашивает совета, что делать в такой ситуации. Дмитрий, ну, совершенно точно и совершенно определённо, что в данном случае очень похоже то, что вы описываете, а именно, вы приписываете своему брату возможность совершения чего-то плохого. Я так понимаю, в отношении вас, да, не в отношении, там, матери вашей, да, а именно, вот, в отношении вас. Это очень похоже на проекцию вашей собственной злости, на приписывание, перенос на него, на брата, вашей собственной злости и агрессии. На брата же. Да. Вот. Ситуация вполне нормальная, естественная, особенно если вы такой человек, который, ну, привык себя сдерживать, да, который привык как-то, ну, стараться подстраиваться, подстраиваться, да, под... Ну, под людей, да, под своих родных, своих близких, своих близких. Вот. И, соответственно, ситуация, в принципе, ну, вполне адекватна здесь. Я бы поработал с вашей злостью, с вашей агрессией на брат в том числе, потому что так заявляют о себе ваши личные границы, заявляют о себе таким образом ваше я, это абсолютно нормально. Как-то дать и выход, дать выход этому цену. Вот. И сепарироваться. Сепарироваться от брат и от мать. Потому что мать и брат, очевидно, находятся в зависимых отношениях. Вы, вероятно, тоже. Я бы рекомендовал вам защитить треугольник Карпана, как минимум, чтобы понять, о чем идет речь, и, соответственно, начинать работать. Вот. В первую очередь, обратите внимание на себя, в первую очередь обратите внимание на то, что вы хотите, в первую очередь обратите внимание на свою жизнь, на свой собственный жизненный путь, на свои интересы, на свою реализацию. Вот. А пока это такое ощущение, если вы чувствуете себя властью этих двух людей. Люди неплохие, у каждого из них, я уверен, есть свои трудности, есть свои моменты. Вашему брату требуется не только медикаментарная помощь и клиническое какого-то воздействия, но и психологическое тоже. Потому что, когда вы говорите, что он по любому поводу хватается за алкоголь, это история про избегание. Вот. Ваш брат привык избегать чего-то и избегает он чего бы то ни было в алкоголе, а ваш мать занимает жертвенную позицию. Вот. Поскольку ваш брат кричит на мать, ну, у них не все гладко в отношениях, скорее всего, у брата обиды на нее, если что-то такое. Вот. Поэтому, соответственно, ну, это их проблемы, как бы то ни было, это их проблемы, это не проблемы ваши. Вот. В первую очередь, поработать именно на стенах подушкой безопасности между вами и мамой и братом. Вот. Вполне вероятно, что стоит подумать о том, чтобы жить отдельно. Потому что, по правилам со зависимых отношений, ваш брат и ваша мать не изменят своего поведения. Вот. У брата тоже не мешало бы жить отдельно. Вполне вероятно, что с тобой начал жить отдельно от матери, то у него проблемы с алкоголем, вероятно, стали бы гораздо меньше. По крайней мере, появилось бы гораздо больше шансов это как-то исправить, ну, что-то прекратить, прекратить. Вот. Естественно, не само собой, но с помощью, тем более, если у него есть, у ваших брата, я имею ввиду, желание бросить. Вот. А то что-то не помогает, но очевидно, что бы не делал, если среда не меняется, то шансов довольно мало, к сожалению. Вот. Поэтому, в первую очередь, вам надо подумать о себе. Вот. И, научившись думать о себе, заботиться о себе, вы, в принципе, в принципе, могли бы и матери помочь из этого состояния, и брату. Вот. Ну, это такая, знаете, адекватная, здоровая помощь, а не созависимая, как вы идите, демонстрируете сейчас. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему отверту. Это позволит вам нажать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом.